всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну и как вы уже догадались по картинке и за моей спиной два таких красивых тубуса от black hole вы сегодня будете смотреть обзор про спиннинг black hole называется этот спиннинг magic breeze я скажу так magic breeze это уже тот который скажем так обновленный или рейстайлинговый как машина да как его модно назову называть то есть у меня был моей жизни спиннинг magic breeze был он точно такой же длины точно такого же теста я его продал своему другу андрею тот который в немецкой каске все его видели мы по жизни с ним не расстаемся уже пять лет вместе идем по пути горных речек и не только вот и сейчас у меня как бы появилась возьмите спиннинги старой модификации они были сняты с производства именно тем старым спиннингом magic breeze я от рыбачу то ли 3 то ли 4 года достаточно долгое время рыбачу я им не на горных реках и на амуре скажем так то есть где только не рыбачу эти спиннинги были сняты с производства и взамен спиннинга появились такие вот точно в таком же тубусе видите обшита снизу такая вставочка из какой-то прочного пластика прошита таким типа кожаным материалом есть такая ручка есть через плечо ремешок регулирующийся я вот такие трусы называю именными именными в каком плане то что вышита и написано на тубусе то и лежит внутри от этого их и называю именными это не как ты купил какую-то японскую палку там крутую не нет тубуса ты купил какой-то там тубус на котором написано фишермен блин и ходишь не понтуешься вот у меня там японский спиннинг в тубусе фишермен это конкретный именной тубус по качеству этих тубуса вообще не приходится много рассказывать потому что я вот такие тубусы переезжал очень тяжелыми машинами очень тяжелыми джипами тяжелых классов да и практика показала да тубус чуть-чуть деформируется идут какие-то добра жесткости создаются меняются до этих тубусов но не один спиннинг я еще ни одним джипом не продавил и все что в них было все уцелело то есть спиннинги высочайшего качества это могут подтвердить все кто пользовались данными спиннингами с тубусами да и у кого есть такие тубусы вот и вот этот новый спиннинг magic breeze давайте мы его сейчас посмотрим и я сейчас буду вам рассказывать дальше новинка также произошла чуть-чуть и в тубусе тубус виду точно такой же но если взять потом потянуть оттуда сам спиннинг он вытаскивается тяжело и запихиваться тоже с определенным усилием я сначала не понял почему это так спиннинг не стал диаметре больше почему запихивать стало тяжелее а запихивать стало тяжелее что отнутри тоже как бы сказать обтяжка идет ну то есть скажем внутри тубус тоже обтянут ему натянут таким степеньем до такой степени что вот это вот внутренний диаметр то что натяжка сильно идет он сжимается вот очень-очень как бы сказать узко и при разжимании при затаскивании спиннинга он так разжимается и вот эти вот грани до квадратные внутри вот это отверстие они к ним не прикасаются то есть когда вы засовываете внутрь спиннинг то он находится как в подвешенном состоянии не касаясь стенок спиннинга от этого так и тяжело не знаю будет видно или нет покручу вам что там абсолютно круглое отверстие я но меньшего диаметра то есть когда вы запихиваете чехол то он не прикасается вот этим всем граням а висит как бы по центру в этом натянутом внутри таком своеобразном скажем так чехле обшивки внутренней то есть вот эта тема мне тоже понравилось то есть спиннинг и внутри не касается вот эти грани и стенок это вот одно из таких изношек с которой я заметил в отличие от старого спиннинга в точно таком же тубусе ну что можно сказать изменился его чехол чехол стал более прочный такой материал более качественный почти такого же цвета но он будет более износостойкий вот и будет слабо проницаемый для воды давайте посмотрим такой красавец чехульчик мне это тоже понравилось раньше у него были вот эти вот у чехла были такое на веревочках завязки здесь ничего подобного нету сейчас просто такой клапан на липушке очень удобно и два кармашка распределено не пополам кармашки друг на дружкой как бы расположены вот нижние кармашек ложится основной комик другой сверху нужно второе колено вот разговаривал я со специалистами было холода я у них спрашивал бланк и качество бланка осталось будет уже самое меня сказали что все осталось то же самое в спиннинге кроме его вот этого новой ручки то есть действительно я разницы в бланке не вижу не вижу разницы в кольцах да вот кольца у нас соответственно титановая как положено то есть грубо говоря за эти денежки вы имеете кольца fuji в титановых оправках все как положено короче все модно ну кольца я скажу старой модели они такие они каэр там серии и скажем так не как других модных серий противозахлестных но я вам скажу из практики мне вот эти модные как бы сказать изгибы колец вот этих вот каэр серии там торзает серии всякие такие я разница не вижу как между старыми добрыми кольцами вот такого плана да вот между новыми никогда у меня здесь вот об кольцо никогда в жизни не захлёстывался шнур и здесь тоже не захлёстывался здесь и здесь на кончике дать перехлёстывался чтобы перехлёстывалась за эти промежуточные кольца никогда в жизни не было так же делать их противозахлестными я честно скажу в практике не имеет смысла то есть оставься тот же самый цвета коричневого бланк покрытый лаком очень красивый но изменилась его ручка вот ручка ничего здесь сделано на magic breeze разнесенная ну и давайте вам расскажу про этот спиннинг длина его 240 это скажем так не коротыш можно сказать длина два метра сорок сантиметров очень хорошая длина и для себя я такую длину считаю минимальной для моих рыбалок это считается там минимальная длина спины которая дает мне комфортный интересный лов то есть его от 4 до 18 грамм то есть мы видим 4 18 грамм это захватывает верхние границы ультра лайта перекрывает все границы лайта и уходит медиум лайту то есть грубо говоря вот такой его расширенный диапазон от 4 до 18 грамм скажу вам из практики так как бланк остался один и тот же да я вот таким спиннингом 3-4 года рыбачил сейчас он у Андрея я вам скажу честно работает он полностью во своем диапазоне то есть от нижних границ до высоких и работает с перегрузкой верхняя граница восемнадцать грамм это вы значит что вы спокойно 24 грамма можете кинуть со всей дури вот как угодно сколько у вас силы хватит сам лично пробовал так что вот отвечаю за свои слова 24 грамма можно пульнуть со всей дурищи со всей силищи и ничего у вас не сломается я так делал на протяжении 3-4 лет когда на море рыбачивают этими каст мастерами тяжелыми там дамовскими блюстными twin сдвоенными да то есть я всегда превышал верхнюю граница теста и все работало прям четко то есть понятно что он уже начинает как бы так подпроваливаться на этих на верхних участках до проваливаться но тем не менее он кидает и не сломается это гарантированно и чтобы я с ним не делал и как не делал и чтобы не с ним мой друг андрей ломается он только при одном условии это когда на моторной лодке попадаешь в залом это тоже проверили как он ломается ну ломается не только это спиннинг ломаются все спиннинги сразу же которые находятся в лодке когда ты попадаешь в залом влетаешь там много чего ломается про это уже что тут говорить поломать его на приманках своем тестовом диапазоне и сломать его я бы сказал практически на любой рыбе это тоже нереально это я вам тоже отвечаю за свои слова потому что мне в моей жизни таким спиннингом от 4 до 18 грамм доводилось бороться с тайминями в районе 20 килограмм я бы не сказал что спиннинг себя чувствовал прям вообще ущербно то есть чтобы он вот-вот сломался многие видели как у меня есть спиннинг блэковский хайлайт у которого то есть еще намного нежнее как он ведет себя по отношению к таймешатам по отношению к большим линкам ну то есть к немаленькой как по отношению к ките да которая рыба лососевого тоже очень сильная да то есть как он себя этот хайлайт ведет блокволловский по отношению к мощным сильным лососевым пород рыб которые живут на быстром горном течении которая всегда в тонусе всегда прокаченная то есть этот хайлайт изгибается там как хочешь но он не ломается эти же свойства присущи этому же спиннингу magic bris то есть он изгибается почти подковой то есть вот если взять эту ручку да то кончик может загнуться параллельно ей где-то вот на такое расстояние я его так загибал на таймине и ничего подобного тут не случилось спиннинг не сломался то есть я скажу так если это допустим будет сом килограмм на двадцать то сама килограмм на двадцать этой палочкой пришатать будет вообще легко в легкую так как сом не имеет своих скоростных и мощных качеств медленно тянет медленно уверенно не быстрый также справится такой спиннинг самым просто в касание это далеко не таймей которые делать мощнейшие рывки и достаточно большие и борется до последнего вот самое ценное в этом спиннинге он работает во всем диапазоне честно превышает свой тест и работают с нагрузками я бы сказал даже до медиума до спиннингов то есть помочь если взять его нагрузки то есть его мощность он работает до медиум диапазона вполне спокойно и на рыбе и при забросе сломать его просто невозможно это его самые главные характеристики этого бланка опять же при том условии если это тот старый бланк а меня соответственно специалисты как бы сказать уверили что вот здесь новая только рукоятка бланк тут же старый добрый с теми же старыми кольцами кольца я вижу что те же старые добрые титановые кольца и бланк тоже ну видно да действительно правда то есть спиннинг мне этот очень нравится запал мне в душу после него я себе купил даже не хочу говорить это графит лидер тиро прототип я бы сказал чем покупать графит лидер тиро прототип это надо конечно сначала порыбачить таким спиннингом потом взять в руки графит и сделать определенные выводы конечно однозначно рекомендую покупать вам такие вещи чем вещи от графита хочу отметить по бланку вернее по самому спиннингу построю бланка это быстрый спиннинг но опять же строй его помимо помимо того что он быстрый я бы сказал сложный это спиннинг сделан именно для ловли лососевых пород рыб то есть для нас для для дальневосточников и сибиряков то ловят на горных реках это спиннинг просто мечта для тех людей которые ловят рыбу на горных реках потому что вот он работает как раз это нужен очень точный дальний заброс под камень либо под залом он справляется с ним на 5 баллов и скажем так когда начинается подсечка и уважение рыбы он ведет себя не как быстрый спиннинг а ведет себя как медленный спиннинг уходит в параболу то есть это как бы специфика лососевых палок да и в таком плане рыба как бы прилипает к нему как бы он как бы раз она поклевка раз и прилипла все он ее вяжет вообще конкретно она не может уйти хотя сам спиннинг построен быстрый понимаете то есть это вот такой сложный определенный строй лососевый да то есть очень хорошая палка именно для наших горных речек я бы сказал для амура доводилось мне на него также ловите желтощека верхогляда краснопера сама ничего еще там можно сказать ну короче много всяких вот этих вот амурских рыбок я тоже плоскоголового жереха тоже на него ловил скажу кидал 22 грамма дам 24 грамма дам космастер хорошо вытягивать любого верхогляда то есть любой верхогляд который самый большой существует в амуре он с ним справляется в касание желтощеков правда я гигантских на него не ловил но желтощеками на 5 килограмм он тоже справляется легко самов я тоже больших не ловил в районе вот именно на этот спиннинг тоже до 7 килограмм самят вытаскивать тоже в касание то есть по амуру им очень приятно тоже покидать половить ауху ловил килограмм на 5 на него тоже справляется очень легко на ухо там вообще первая поклевка это ощущение зацепа спиннинг в дугу чпок и прилипло все там он еще вяжет его кажется как будто вообще конкретный зацеп то есть на нем поклевка ауха это какое-то время это не понимаешь что ли это зацеп то ли поклевка произошла очень интересное поведение именно поклевки ауха на данный спиннинг то есть вот интересное ощущение я целый сезон от рыбачу один сезон и посвятил ловли на амуре очень очень понравилось ловить рыбу на амуре блеснами обыкновенными металлическими соответственно он хорошо себя поведет и с колебалками себя хорошо ведет с очень хорошей чуйкой он тебя хорошо поведет конечно ей на вертушках и на воблерах не знаю единственное как он себя поведет на джиге потому что джиговать я им не пробовал хотя с интернете видел и слышал такие слухи что ребята и используют его для джига тоже как бы довольны вот не самое главное давайте посмотрим какой его вес длиной 2 метра 40 сантиметров тестом 418 грамм вот у меня стоят весы сегодня мне тяжело разговаривать горло болит заболел чуть-чуть от этого состояния такое вялое 105 104 104 104 взвешивания три из них 104 грамма то есть я считаю он стал легче то спиннинг у меня будет тяжелее что у нее была цельная рукоятка на данном спиннинге мы видим разнесенную рукоятку спиннинг стал легче от этого при длине 240 и теста 4 до 18 грамм 104 грамма очень неплохой результат ко мне приходили друзья гости я им показал горьбов новые спиннинги от плохого magic breeze они взяли в руку потрясли и один мой друг сказал что палка тяжелая типа тяжелая вы эти навес как бы оказалось 104 грамма очень хороший результат для такой палки с такими характеристиками давайте наверно поближе вам покажу как выглядит рукоятка нового этого спиннинга думаю это самое интересное цвет закручивается гайки которая закручивает катушку видите тоже такой сеточка такая же тоже такого под цвет мореного дерева очень элегантно выглядит с одной стороны вот этот катушка держатель вот с таким вот зажимом fuji он конечно удобнее чем был у него старый любые катушки встают более равномерно чем на старый катушка держатель и что здесь можно рассказать тот как раз вы будете руку и вот расстояние пальца до бланка очень близко ответь как раз вместе где вы держите чтобы он дотянуться до бланка совсем не надо тянуться куда-то вот ручка коротенько вы держите сразу же палец держится на бланк это скажем так интересно для тех людей которые думают что это придает им чувствительность то есть если кто-то так тащит и дар держит палец на бланке они думаю что конечно он сейчас почувствует всю но так каждый сам думает как ему удобней но многие мои друзья они используют вот этого для видите начинает трясти бланк весь такой изгибается пальцем стучать делают вот так проводку потому что я сам лично прикасать бланки бланку пальцем что-то не чувствую какую-то космическую чуйку если спиннин с хорошей чувствительностью то и в руку и так отдает когда прикладываешь палец к бланку я что-то дополнительный сверх чуйки я не чувствую через этот палец но это мое личное мнение муж у меня там пальцы заточены под какой-то другой формат муж нервное окончание там отмерли там скажем так или еще что-то там с ними произошло вот строй у него быстрый я уже рассказал выбрасывает он тоже при забросе ведет себя очень интересно тоже уходит в такую катапурту делает хороший заброс достаточно длинный и точный принципе что требуется от всех лососевых спиннингов ну и вот что еще хотелось бы вам показать давайте посмотрим его баланс вот я тут приготовил ряд катушечек вот это у нас катушечка в размере 2500 посмотрим баланс этой палки вот видим палец лежит на бланке но надо понимать что вот эта пробковая ручка ручка на очень коротенькая да если взять и разобраться то расстояние от бортика шпули да и до пальца нового всего в районе двух с половиной в трех сантиметров видите бортик шпули и палец они всего лежат где-то на расстоянии двух с половиной трех сантиметров я бы сказал это очень хороший баланс очень замечательный баланс для такой палочки то есть балансом я бы сказал здесь все в порядке тем более был холл он последние годы с повышением курса доллара он не повышал свои цены и его только вот этих вот новых моделях в рестайлинговых цены немножко начали на палке блэкхолл возрастать при этом блэкхолл торговал вот эти вот последние годы с момента повышения доллара по старым ценам многие производители они просто цену поднимали согласно курса доллара в два раза в три раза то есть во много спиннинги блэкхолл они стояли на одной на одном месте и вот сейчас только эти цены маленько-маленько опять же не соответствую скажем так не соответствую курсу доллара начали чуть-чуть подниматься там на два на две тысячи вот так вот на две с половиной тысячи так что я считаю это как бы для наших сегодняшних тяжелых экономических времен это очень как бы сказать неплохой результат давайте поставим катушечку потяжелее потому что я считаю эксплуатация этого спиннинга с более мощной катушкой тоже имеет место быть а здесь вообще все в порядке тут вообще баланс уже видите уходит на ручку приближается уже идеальным своим характеристикам то есть вот зато мы видим что вот бортик шпули да он почти равняется с краем рукоятки до пробковой то есть видите это рукоятка очень коротенькая от этого пальцем прикоснуться до бланка вам ничего не стоит никаких уважаемые усилий вообще хорошо работает бланк ну вот честно скажу все таки у меня есть какое-то вот такое его подержал руках и недовольствие к этой вот но это ручки потому что я вот рукой захватываю сюда как беру и вот видите что вот конец руки уже уходит прикасается уже окна сам вот это вот блок то есть тут как бы можно было сдвинуть либо сюда еще продлить эту гайку до чтобы рука не уходила на бланк либо ручку эту вперед пробку чуть-чуть хотя бы там на сантиметр бы как-то сделать побольше и вот эту нижнюю ручку она тоже как-то уходит тоже бы ее хотя бы чуть-чуть будет продлить бы на сантиметр чтобы можно было конкретный мощный хват сделать чтобы делать при забросе как катапульку его раз то есть думаю сильно бы весе бы это все не прибавилось бы может быть грамм на 5 ну и ручку бучу бы из его из его сделать было бы вообще бы шикарно но это конечно моё личное мнение в данном моменте тоже меня все устраивало все очень красиво и хорошо хороший лососевый спиннинг очень хорошо вяжет рыбу за что я и люблю лососевые спиннинги с очень интересным строя я считаю любой спиннинг какого бы не был бы он строя он однозначно должен вязать рыбу это моё личное мнение если спиннинг не вяжет рыбу это конечно будет много сходов именно при эксплуатации такого же спиннинга за последние три-четыре года когда я им рыбачил у меня практически не было сходов рыбы если честно скажу даже не помню что они были потому что в памяти держатся те сходы которая досадная то есть ты тянешь что-то хорошее тебе охота это вытащить у тебя в памяти как отпечаток чики на всю жизнь то что вот эту рыбу не вытащил я даже сейчас пытаюсь на прячка ру головного мозга и немного не могу вспомнить чтобы у меня были какие-то вот такие обидные досадные сходы связанные именно вот с этим спиннингом по моему даже и вообще сходов толком никаких не было то есть можно сказать за 3-4 года там может быть сходов было процента 3 очень маленькое соотношение то есть спиннинг рыбу просто как магнитом тянет она просто поклевка чики прилипла очень приятное ощущение спиннинг быстрый вот уважаемые это мой рассказ об новом рестайлинговом спиннинге black hole magic breeze длиной 240 тестом от 4 до 18 грамм и соответственно здесь есть конечно и рекомендуемая у нас как бы на грузках шнура от 4 до 14 либров вот спиннинг сделан в корее спиннинг эти корейские очень хорошее качество за свои деньги рекомендую обратить внимание ну вот уважаемые кому понравилось ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео со своими друзьями до свидания до новых встреч